Ранний революционный артрит у людей, у летних людей, это каска или серьезная проблема? Так красиво звучит. Я стал замечать, что среди этих пациентов все чаще встречаются больные с революционным артритом именно в пожилом возрасте. Раньше мы это не видели. Я лично считал, что большинство революционных артритов считали, что это болезнь молодых. Однако я постараюсь убедить, что именно в эту тему должен входить обязательно революционный артрит. Это наш медицинский центр болезни суставов города Шелкен. Вы видите, вот эти больные только за последние два месяца. Прямо месяц назад мы проанализировали, сколько революционного артрита лечится на центре. У нас же частное предприятие. Мы должны понимать, какой наш контингент. И вы видите, за три года прошло 881 пациент с ревматоидным артритом. Я вот сам с удивлением увидел, что большая часть это пациенты после 60 лет. Вы видите, за три года прошло 362 пациента, у которых ревматоидный артрит в возрасте после 60 лет. Но здесь надо разделить тех, которые уже имели ревматоидный артрит. Н-стейдж, ревматоид аркадис, энд ревматоидный артрит, который возник уже после 60 лет. Однако, вот действительно, сейчас ситуация меняется. Мы сделали раскладку по годам. Мы увидели, что с каждым годом доля пациентов, которые после 60 лет начинается ревматоидный артрит, все больше и больше. Мы немножечко разберемся в терминах. На самом деле, это идет разбор как и в русскоязычной литературе, так и в англоязычной литературе. В основном используются два термина. Это иора, и органы, плацет ревматоид артритис, и лейт, плацет ревматоид артритис. И все статьи делятся примерно наполовину. Ну вот, на неделю назад, где-то около 110 в подмете, статей по иора и около 140 по лора. На самом деле, тема, хотя много, кажется, статей, достаточно мало изучена, и нет четкой... Не определено четкое название. Также встречается олдевансэк ревматоид артритис, эрансэйтингл, эйдж, или просто эйдж. Чем отличается ревматоидный артрит, который возникает... Ну, мы сразу договоримся, что мы говорим о ревматоидном артрите, который дебютирует после 60 лет. Хотя возраст опять в некоторых статьях разнится. Некоторые ранее, более ранее статьи считали ревматоидный артрит после 50 лет. Сейчас есть некоторые статьи, которые сюда относят группу после 65 лет. И это, кстати, очень связано с тем, что разный возраст выхода на пенсию. А в Японии люди живут дольше, они уже считают ревматоидный артрит и позже. Но все-таки, наверное, вот этот возраст большинство исследователей признает для того, чтобы назвать это дано. А в связи с чем эта проблема такая острая? Вот вчера профессор Павар Азмюк в своем докладе показывал, как у нас действительно растет продолжительность жизни. Кстати, в Казахстане там одно из самых, было как бы 28, по-моему, процентов пожилых людей. Но, смотрите, вот опять же, за вот это время у нас вырос 63 до 72 лет средней продолжительности жизни. А количество пожилых людей, то, что в Казахстане меньше, это, скорее всего, связано с тем, что у нас рождаемость намного больше. Много действительно детей, но пожилых людей становится действительно намного больше. Очень тяжелый дифференциальный диагноз сейчас мы дальше посмотрим. Чем отличается чисто так, и все исследователи признают это тем, что разница, гендерная разница, если мы говорим, что ИОРА – это ремотоидный артрит, который до 60 лет, Ян Вансер – ремотоид артрит, из 4-5 к 1, то ремотоидный артрит у пожилых эта разница стирается, и уже к 70 годам вообще становится 1 к 1. Но я сейчас не надокладывал нам о роли половых горновых эстрогенов в развитии ремотоидного артрита. Уже после 60 эстрогенов в организме женщины достаточно мало. Я думаю, что вообще у женщин ремотоидный артрит у пожилых надо считать после наступления менопаузы, так же, как уже после менопауза или остеобороз. Очень часто идет и дебютирует ремотоидный артрит у пожилых, с крупных суставов. Особенно это касается плечевых суставов. Там достаточно много, практически половина больных дебют идет с плечевых суставов, с коленных суставов, моноартрит, олигоартрит. В связи с этим эти болезни прослеживаются, уже не ждут эту болезнь, и тяжело ловить ее в ранней стадии. Очень много острых вариантов, в том числе с такими конституциональными, ярко выраженными факторами, как потеря веса, фатику, то, что мы говорили, усталость и так далее. И, конечно, это очень, почти всегда присутствует коморбидность, то есть предмет у пожилого человека, у которого не было целый комплект других патологий, которые мешают как диагностике, так и лечению. Может быть, ревматоидный артрит у пожилых нужно выделить как бы отдельный сабсет вообще ревматоидного артрита, но как мы же, есть у нас дювинирный ревматоидный артрит. У него есть четкие свои отличия, и, скорее всего, немножечко должно быть другое лечение. Вы видите, вот первая статья шведского профессора в 1941 году, которая впервые подняла эту тему. Смотрите, у него было 10% только больных ревматоидным артритом, которые были после 60 лет. А мы сейчас получили, что наоборот преобладание больных после 60 лет. В 1951 году уже, вот именно название, видите, ревматоидный артрит, Минзеевич, американская статья. И вот, может быть, наиболее полно, уже после 90-го года, голландские исследователи дам несколько серьезных статей, где, видите, опять же, получили те же самые разницы, то есть гендерная разница, острый свет, системная, больше системных проявлений. И в 2001 году в Ланцете, в принципе, это по ревматоидному артриту, одна из таких часто цитируемых статей, где вот сказано, что с возрастом заболеваемость ревматоидным артритом увеличивается. Это становится возрастной проблемой. Вот это уже последние обзоры 18-19 годов. Это то название, которое я вынес в заглаве, сказка, это осенняя сказка, или это серьезная все-таки геоторическая проблема. И действительно, это проблема, потом от наиболее видно в тех странах, от которых начали жить дольше. Больше всего статей это в Японии, к сожалению, не всегда на английском языке. Если раньше, в 2002 году, пик был на 50-59 лет, то сейчас пик заболеваемости ревматоидным артритом, это 60-69 лет. Вот посмотрите, статья, вот в прошлом году больше всего поразила меня именно эта статья, группа 55 пациентов, у которых развился ревматоидный артрит после 80 лет. То есть они уже набирают целые когорты пациентов, у тех, у которых ревматоидный артрит стактовал после 80 лет. И, конечно, очень много проблем. Вот вчера профессор Баркевич обсуждали вот коморбидность, что такое, к сожалению, западный, как бы медицина у нас немножечко есть разноклассия. Что считать коморбидными заболеваниями, что сопутствующими, что конкурирующими. Допустим, остеоартроз, или вот сейчас, опять же, остеопороз, это осложнение ревматоидного артрита, это сопутствующее заболевание, которое не мешает. А остеоартроз очень часто является конкурирующим заболеванием, которое затрудняет диагностика ревматоидного артрита. Вот наше исследование, первое исследование, в 2015 году, небольшую глупу мы набрали и посмотрели. Ну, у нас получилось где-то две трети больных женщины. Ну, это вот в первом, в последнем исследовании мы посмотрели, у нас ревматоидный артрит мужчины-женщины вообще один к семи получился. Это, скорее всего, потому что женщины, особенно в Казахстане, на юге обращаются чаще. Если взять пациента в центре, в основном женщины чаще всего. Мужчины реже доходят. Но все-таки смотрите, какая разница, или здесь одна треть, или там одна седьмая. То есть, действительно, где-то одна разница на лицо. И, может быть, самое главное, что здесь есть, вот мы взяли 24 пациента, через год я взял их, всех опять проверил с установлением диагноза. И мы получили, что у нас 20%, то есть, одна пятая часть поменяли диагноз. Хотя все эти больные, они соответствовали классификационным критериям ЭСЕР и ЕУАР 2010 года, но полностью соответствовали, не набрали, но через всего год эти больные получились с другими диагнозами. Это, чаще всего, это подагра, псевдоподагра, паранеопластические артриты, которые потом обнаружились дальше. И вот здесь необходимо поговорить, ну, всем известны эти критерии, когда впервые СЕР и ЕУАР вместе объединились, и цель этих критерий была ранняя диагностика рематоидного артрита. Однако здесь есть очень много проблем. Вот я лично считаю, что эти критерии очень сильно нуждаются в пересмотре. Почему это так? Что хорошего здесь? Они позволяют нам ставить очень быстро диагноз, практически на следующий день. Если раньше, вы помните, это нужно было 4 недели, минимум должно пройти, потом постоять. А здесь нет ограничения по времени. Но что плохо, смотрите, 4 пункта из этих критериев, давайте мы обратно сюда вернемся, это у нас лабораторные исследования. Положительные рематоидные факты, все, практически диагноз мы набираем. Опять же, 4 пункта являются основанными на лабораторных данных, что, в общем-то, не очень хорошо, и вызывает очень много ошибок. Очень часто упускается диагноз при серонегативном артрите. Вот по этим критериям почти вообще невозможно поставить диагноз, если рематоидный фактор от СЦП отрицательный. А мы знаем, что ранний рематоидный артрит часто начинается с серонегативного варианта. И при рематоидном артрите у пожилых частота серонегативного варианта больше, чем у рематоидного артрита молодых. Вот для себя, смотрите, типичный рематоидный артрит. Допустим, 10 суставов, мелких суставов в кисти, утренняя оскованность. Ну, то есть, все как это. Мы набираем 3 очка. Утренняя оскованность, но она не оценивается. Есть повышение СЦП, это по-это, по-это еще одну очко. Длительно течет. Ну, то есть, 100% рематоидный артрит, если мы возьмем критерии 87-го года. Однако, мы набираем всего 5 баллов. И для установления диагноза нам нужно 6 баллов, поэтому невозможно на самом деле поставить ранний рематоид, диагностировать ранний рематоидный артрит при серонегативном варианте. И вообще, мы знаем, что рематоидный фактор в возрасте очень вообще такая скользкая вещь. Она очень часто бывает серопозитивна при других заболеваниях. До 20% практически при 70 лет может быть серопозитивна у здоровых людей или при других заболеваниях. Есть у нас более специфичный фермент, определитель, вернее, это антицитрулиновая антитела, вся эта группа, прежде всего, АЦЦП, которые мы используем. Вот здесь, да, здесь другое, они все-таки более специфичные, хотя тоже бывают. А вот в этих критериях у нас рематоидный фактор равен АЦЦП, что тоже, я считаю, в общем-то неправильно. Огромная ошибка в практическом здравоохранении. Очень частая ошибка это то, что практические врачи не знают, к сожалению, нормы СОЭ. Если вы возьмем, мы пока в Казахстане, я думаю, точно так же, как на Украине, большинство больших, крупных лабораториях норму пишут, ну, обычно до 15 мм. Однако мы должны помнить, что, ну, есть вот простая формула, которая еще 30 лет назад, что нужно, вот я еще и немножечко упростил, это просто можно возраст разделить на два. То есть если это по 0,70 лет, у меня норма будет 35 СОЭ, об этом надо помнить. А это опять, мне тоже давать дополнительный балл в диагностику ремотоидного артрита. Наверное, вот надо просто считать, чтобы учитывать, и это должно в критериях оговорено, что обязательно СОЭ должно быть больше 30, только тогда можно это учитывать как критерий. Рентгенологическая диагностика, к сожалению, нам тоже не может помочь в ранней стадии. Ну, вы знаете, что остеопороз, сужение щели, это может быть при любом, это после 60 лет есть практически у всех, поэтому он ничего нам не даст. А эрозии, опять же, могут быть и при других заболеваниях. К сожалению, в литературе четко не прописано, какие эрозии считаются ремотоидные, при ремотоидном артрите, какие, допустим, при болиосле артрозии. Тут наиболее важно, где они находятся, вот локализация этих эрозий, да, это очень важно. Ну вот сейчас мы посмотрим, теперь на примере именно отдельных заболеваний, вот группа, при которых наиболее часто нам надо, как бы, разбираться. И вот, наверное, самое частое нужно разобраться. Вот как вы думаете, у кого здесь ремотоидный артрит, а у кого здесь полиоостеоактроз? Тут в чем беда, что полиоостеоактроз, у обоих есть, есть у дезоди гибердена, без вариантов, и эти больные как поставили им полиоостеоактроз, так в полиотлиниках, они так и идут. Хотя на фоне полиоостеоактроза, вот это, опять же, очень тяжело сказать, что это коморбидность, что это у нас конкурентное заболевание, развивается ремотоидная артрита, и эти больные прослеживаются, упускаются. Хотя, опять же, у этих больных очень легко набрать критерии ремотоидного артрита, и если вдруг у них будет ремотоидный фактор положительный, они могут, можно установиться в диагноз ремотоидного артрита. Вот, посмотрите, вот вы дайте этот рентген любому рентгенологу, и 95 из них вам поставят эрозийно-ремотоидный артрит. Да, эрозии есть, мы видим, но опять не в нелот, вы видите, вот эрозии, но на дистальной фаланте. Здесь очень надо хорошо помнить, где должны быть изменения при натурлярном полиоостеоактрозе, а где должны быть изменения при ремотоидном артрите. А суставы запястья, посмотрите, достаточно хорошие же здесь, здесь нет такого выраженного. Хотя, опять же, в возрасте будет сужение, щели будет, и остеопороз, но здесь очень легко поставить неправильный диагноз. Отдельная тема, это полиартикулярный вариант подагры. Это, к сожалению, все-таки случается, опять же, в возрасте подагры и ремотоидный артрит очень часто бывают проблемы. Видите, опять же, много статей, в которых это обсуждается, прям ставится, что это бывает или не бывает еще. Да, это случается. Я сейчас убедился, что это очень часто случается. Опять же, вы видите, вот этому больному, вот 7 вариантов ремотоидного артрита, на лицо они есть, плюс ремотоидный фактор у него, вдруг, слабо положительно, мы говорим, если еще, к сожалению, на СНГ еще мы определяем плюс в плюсах, а это у нас получается слабо позитивно, все, больной набирает 7 баллов, как бы, несомненно, ремотоидный артрит, а это на самом деле подагра. Вот в этом году написали статью, можно ли в интернете найти все существование ремотоидного артрита и подагра именно в пожилом возрасте. И вот я предложил, как бы, не ступенчато вариант этого существования. То есть, может быть, больной иметь подагру, который симулирует ремотоидный артрит. Вот этот больной ему ставили ремотоидный артрит. Дошло до того, чтобы потом на таком смысле. Наоборот, может быть, ремотоидный артрит симулирует подагру, особенно в начале, когда он идет моноартритом или олигоартритом. И могут существовать две болезни одновременно. Вот это еще более сложный вариант. У нас был казусный случай, больной с ремотоидным артритом выписался, это не однажды на самом деле бывает, выписался из больницы, но что сделал? Ему стало легче. Он, конечно, это делал отмытый и на следующий день поступил обратно с большими претензиями. Однако это уже другая болезнь. И там был острый сенолит, из которого мы получили моноартрит мочевой кислоты. Вот мы установили у нас поляризационный микроскоп. К сожалению, в Казахстане больше нигде нет. Вот только тогда вы видите вот такие крылья. это у нас именно моноартрит синавиальной жидкости, это в мочи такие красивые бриллианты. Только с помощью них очень часто можно дифференцировать. Без них практически это невозможно. Очень тяжело часто дифференцировать с пазматической полимиалгией. Вы видите, вот есть некоторые даже статьи, которые предлагают, что это вообще может быть какая-то одна болезнь у пожилых. Вот это варианты течения. Есть даже некоторые авторы выделяют течение ревматоидного артрита у пожилых в виде ревматической полимиалгии. Очень тяжело дифференцировать. Посмотрим, вспомним, критерии полимиалгии. Там так и написано, что отсутствие ревматоидного артрита. А как это сделали? А нужно обязательно эти все критерии. Отдельная тема это диагностика системной красной волчанки. Вообще суставной синдром присистемной красной волчанки клинически невозможно отличить в начале. Мы говорим о раннем ревматоидном артрите. В дебюте невозможно отличить от ревматоидного артрита. Те же самые суставы, та же утренняя полностью. А есть одна форма это артрит ЖКО. Мы во Львове тогда с нашими зарубежными коллегами как раз это обсуждали. Вызывало очень много обсуждений, потому что в Европе уже забыли то, что считался вообще при ревматизме артрит ЖКО. То есть это не эрозивная артрит. Ну смотрите пальчики, ну что, конечно это ревматоидный артрит с первого взгляда сразу. Но нету ни одной эрозии, а это из-за подожжения мягких тканей. Вот эта больная, вот посмотрите, и кстати опять же, она была долгие годы наблюдала с ревматоидным артритом, получала метатриксат и системная красная волчанка как бы более-менее была стабильная. То, то был антинуклеарный фактор, но он же может быть ревматоидным артритом. И потом произошло обострение, хороший нефрит, хороший кордит, вот она, ее взяли в институт нашего НМЦ в Астану, там пробуют лечить систему тяжелых очень больных трансплантацией фетальных клеток. Опять же, у этой больной мы набираем, смотрите, 9 критериев ревматоидного артрита, и, конечно, очень часто это может быть система очень часто причина ошибки. Вот, в этом году я выпустил книгу, где есть некоторые новые таблицы по дифференцировке ревматоидного артрита и системной красной волчанки, хотя, опять же, в дебюте заболевания это очень тяжело на самом деле. Вот, один, опять же, казуистический случай, который, вот эта больная, она находилась в лечении ревматологического отделения нашей областной больницы, то есть, где именно ревматологи были, квалифицированные ревматологи с диагнозом ревматоидный артрит. Ревматоидный фактор положительный, опять же, на лицо поле артрит, мелких суставов, кисти. Бабочка, она может и ревматоидно, похожая на бабочку при ревматоидном артрите, ей был установлен диагноз ревматоидный артрит, а дочка лечилась у нас системной красной волчанкой, вот она маму привела, то есть, у дочки системная красная волчанка развилась раньше, а потом она привела маму уже, вот у мамы то же самое, что у меня, действительно, уже мы ему на блог частое, ему на блог посмотрели, там, все, было, у него на системную красную волчанку. Очень редко, опять же, это казуистический пока случай, но уже сейчас много статей по спондилоартриту в пожилом возрасте, мы тоже считаем, что это болезнь молодых, вот смотрите, больная, которая долго, я в семействе двух лет, у нее 65 лет поставили ревматоидный артрит, наблюдалась, но она не у нас, тоже в ревматоидном отделении, и произошел перелом, то есть, опять же, это та же проблема, что из тераповоза, поехала в Турцию, там ей достаточно состояли люди, ей сделали, сустав поменяли, но даже там не поняли, что это не ревматоидная артрита, это спондилоартрит, опять, при спондилоартрите есть полиорталгический вариант, периферическая форма, когда очень похоже на ревматоидную артрит и тяжело исправить, уже проверили мы нашли АБ-27, кстати, дочка у нее тоже 45 лет, и тоже уже мы пристрели ей спондилоартрит, вы видите, пересадка, опять же, нету эрозии, и столько лет, если больная с ревматоидным артритом, то, конечно, это их братья ревматоидная артрит и безопрозит. Отдельная, большая-большая тема, сегодня уже немножко обсуждали, у меня еще 5 лет, это паранеопластический синдром, опять же, очень часто бывает похож на ревматоидную, опять же, в возрасте, опять же, при ревматоидном артрите, вы знаете, у нас очень часто бывает ревматоидный фактор положительный, и опять же, эти больная набирает 7 критериев, к сожалению, не всегда мы сразу можем установить начинающую онкологию. Есть такой синдром, опять же, он может встречаться при ревматоидном артрите, но как бы он описывается, чаще при паранопластическом состоянии, это имитирующийся негативно-симметричный синдромит с плотным отеком. Опять же, больной выставляет ревматоидную артрите, все-таки диагностирован опухоль, женская сфера. Еще одна болезнь, которая может нам сделать проблемы, это цирроз и гепатиты. Опять же, при них очень часто бывают ревматоидные факторы, и тоже, опять же, при них бывает суставной синдром, и вызывает, могут вызвать затруднения. Системные проявления в воскулире и ревматоидном артрите у пожилых опять очень тяжелая проблема. Вот буквально две недели назад у нас была больная, скорее всего, это параномальная ритема, ее тоже немножечко никак не мог понять, куда ее отнести. Но при ревматоидном артрите описывается, вот последний обзор 2018 года, кожное проявление при ревматоидном артрите, что пальмарная ритема может быть осложнением ревматоидного артрита. Однако это может быть как бы отдельная вообще песня, когда генетически запрограммирована, но в возрасте скорее всего это осложнение ревматоидного артрита. А может быть и отдельно, потому что в воскулиде опять в этом возрасте могут быть проблемы от других проблем. Ну и я думаю, что при ревматоидном, особенно при ревматоидном артрите пожилых мы нуждаемся в специальных отдельных критериях, которые бы помогли нам правильно диагностировать ревматоидный артрит. Критерии ЛИУАР и СЕР 10-го года у больных пожилого возраста практически очень часто ошибки, более 20%. Что нужно сделать? Ну, во-первых, нужно терминологию четко отработать. Скорее всего, должна цена АЦЦП АКПА вообще в принципе быть больше, чем ревматоидных актов. Должны быть радиологические критерии, должны быть клинические туда критерии. И вот, и нужно вести отрицательные диагностические критерии. Вот вы знаете, при подагре есть отрицательные критерии. И вот последний год-два я пробовала как бы попробовать критерии, которые могли бы быть пригодны именно у них. Ну, во-первых, есть критерии включения в возраст после 60-ти наличия. Это примерно так же, как и в критериях 2010-го года. Клинические критерии туда вести, как и в критериях 85-го, допустим, утреннее осуществованно, симметрично, сдает по одному баллу. Лабораторные здесь немножко по-другому. То есть, если аква положительная, тогда это 4 балла, а если ремотоидный фактор с аква положительной 5 баллов. А если просто ремотоидный фактор слабо положительный, это не должно учитываться у больных после 60-ти лет. Рентгенологические критерии нужно вести и негативные, в том числе, если у больного, допустим, гиперурекемия, нужно отнимать баллы. Наличие гиперурекемии не снимает диагноз ремотоидную артриту, и у пожилых это достаточно частый вариант, особенно у казахов, в которых мы едим очень много мяса и чуть не каждые 2-3 с гиперурекемиями. Это не снимает диагноз ремотоидного артрита, однако это должно минусовать баллы. особенно если мы находим кристаллы мочевой кислоты в синавиальной жидкости, опять же, это не снимает диагноз, это может быть, мы сказали, поэкзистность, это может быть существование одновременно двух болезней. Раньше обычно так, нашли кристалл, все, значит, это подага. На самом деле, они могут вместе идти эти болезни. Если есть анамнез онкологический, опять же, это не должно снимать диагноз, хотя это должны быть серьезные вещи, мы снимаем до 4 очка или до 6, если находятся позитивные маркеры онкологии. Конечно, это все пока приблизительно, это только предположение, конечно, чтобы это понять, как оно работает, нужно сделать очень серьезное исследование, чтобы понять, как это нужно. И по этой теме на самом деле вопросов намного больше, чем ответов и чем больше в эту тему вникает, тем больше этих вопросов появляется. Отдельная вообще тема это лечение ремотоидного артрита. Вот мы как-то в самом деле чем обсуждали, конечно, надо всем определять витамин D, конечно, он здесь будет работать, может даже чисто профилактическое лечение. Мы, опять же, вчера обсуждали, что особенно при применении гормонов это нужно. Ну, это действительно очень большая отдельная тема. сегодня у нас я хочу поздравить не Владислава Владимировича, на самом деле, а всех нас, в том, что у нас он есть. Благодаря ему я, допустим, считаю, что за эти 10 лет я достаточно более вырос как ремоколог, и я Владислава Владимирович всегда на своих лекциях в конце делает две вещи, выражает благодарность учителям и приводит стихи великого леца. Я тоже хотел закончить именно этими слайдами. Это Владислава Владимирович этим летом был у нас в Чингкенте, может быть, один из немногих людей, которым можно задать вопросы. Они специально даже сделали чисто такую тему, как задать свой вопрос к профессору. После выступления иногда времени не хватает, а там мы сели, почти час чисто задавали вопросы. То, что Владислав Владимирович сделал для ремонтологов Казахстана, это, конечно, очень большое дело. И вот это, я все думал, что такое терновник, старый терновник, который растет у лучей. На самом деле, это у меня на даче терновник, который колючки. Единственное, он раз в году он светит. А вот это лучей, который там течет, вы помните, вы там были, и, конечно, я желаю, чтобы вы всегда каждый год расцветали, каждый год вы нас здесь собирали. Спасибо. Спасибо, коллеги. У нас, к сожалению, уже нет времени для вопросов. Следующая будет программа. Полчаса перерыв. Затем небольшой саталитный симпозиум, и после того начнется большая сессия по витамину Д. Я всех вас приглашаю на саталитный симпозиум.